Актер Александр Дьяченко производит впечатление счастливого человека, однако, несмотря на популярность, он крайне осторожно относится к публичной стороне своей профессии и не часто соглашается разговаривать с журналистами. Александр вспомнил годы своей юности, которые пришлись на самое начало 90-х годов. Кино в то время практически перестали снимать, поэтому артист решил уехать в Америку. «Когда я улетал, мама меня спросила, сынок, ты только не останься там, но я остался», говорит Александр. В Америке Александр получил профессиональное образование и стал актером. После этого его позвали сниматься в кино на родине. Он вернулся в Россию и полностью реализовал себя здесь, однако родители попросили у сына прощения за то, что не смогли дать ему никаких благ, кроме огромной любви, за то, что всего в жизни Дьяченко пришлось добиваться самому. На что он сразу же ответил, родительская любовь всегда была для него самым драгоценным даром. Но Александру предстояло пережить еще одно серьезное испытание. Ушел жизнь его отец. Рак его сжег буквально за полгода. Начались проблемы с ногами. У него были огромные черные ноги. Организм разрушился буквально у нас на глазах. Я молился, чтобы все это быстрее закончилось для него. Папа умирал в жутких болях. И мы ему даже не помогли, хотя мама боролась до последнего. Приходил человек, который энергетически пытался его очистить и запрещал давать больному обезболивающее лекарство. Поэтому отец испытывал сильнейшую боль, с горечью рассказал артист. На сегодняшний день Александру больше нечего желать. Он счастлив и востребован в профессии. В официальный брак он так и не вступил. Однако Дьяченко не скрывает, что у него давно есть родной и близкий человек. Впрочем, артист не желает разглашать имя своей избранницы. Он всегда живет и действует по принципу. Роли в кино – это для зрителей. А частная жизнь должна оставаться частной.